Сергей Лавров о чем-то переговаривается с коллегой из Вьетнама. Буит Ханьшон, возможно, напомнил о высоком уровне политического доверия, которое сложилось между Москвой и Ханоем. Впрочем, по другую руку российского министра новый генсек ОСИАН Као Кимхорн. И это уже указывает на отношение 10 государств Юго-Восточной Азии к сотрудничеству с Россией. ОСИАН сегодня это по разным оценкам 670 миллионов человек, 10 триллионов долларов совокупного ВВП. Но главное, пожалуй, даже не это, а умение бесконфликтно вести дела за 56 лет, выстроив отношения с ведущими мировыми державами. Россия официальный диалог с ОСИАН ведет с 96-го, достигнув к 2018-му стратегического партнерства с Ассоциацией. Сергей Лавров подчеркнул, что дальнейшее углубление сотрудничества по-прежнему приоритет российской внешней политики. Трудно переоценить значимость нашей совместной работы в высокотехнологичных отраслях. Знаковым событием стала встреча министров, которые отвечают за вопросы науки и инноваций в феврале этого года. На повестке дня также новые инициативы в сфере цифровизации экономики и развития умных городов. Хорошие перспективы сотрудничества в области обеспечения продовольственной и энергетической безопасности в сфере образования. Если уж говорить о приоритетах, то показательна встреча Сергея Лаврова с международной прессой. Министры иностранных дел России встречали как рок-звезду без преувеличения. Лавров не смог оставить без внимания призывные крики журналистов и, приблизившись вежливо, предложил подняться с колен тех, кто пытался прорваться к российскому гостю с пола. Кому-то в итоге удалось все-таки с Лавровым сфотографироваться. И министр отбыл на встречу с индийским коллегой Собраманьяном Джейшанкаром для обсуждения взаимодействия на площадках ШОС и БРИКС. Еще одни знаковые переговоры с руководителем канцелярии Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И, двусторонние. Накануне они уже общались, но вместе с главой внешнеполитического ведомства Индонезии обсуждали экономическую устойчивость стран глобального юга. Сегодня внимание сосредоточили уже непосредственно на российско-китайских связях. Ван И, в частности, проанонсировал контакты между Москвой и Пекином на высоком уровне. Во втором полугодии ожидается целый ряд важных контактов на высоком уровне. Нам важно хорошо координировать, укреплять наше двустороннее и многостороннее взаимодействие, выполнять задачи, поставленные перед нами руководителями наших стран. Сближение ассоциации с другими крупными межгосударственными объединениями – еще одна тема, которая сегодня широко обсуждалась. Как ассианская десятка оценивает более широкий интеграционный контур? И обсуждались ли сегодня еще какие-то практические шаги по сближению ассоциации, ЕАЭС и ШОС? Спасибо. Вы знаете, что концепция большого евразийского партнерства была сформулирована президентом Путиным как раз на одном из первых саммитов России-АСИАН в 2016 году. И в качестве главных движущих сил этой концепции упоминались и АСИАН, и ШОС, и Евразийский экономический союз. Но при этом хочу подчеркнуть, что наше видение большого евразийского партнерства не ограничивается какими-то отдельными структурами, а является приглашением к сотрудничеству для всех без исключения организаций и всех без исключения стран, которые расположены на нашем общем огромном евразийском континенте. АСИАН весь мир ценит за спокойствие, взвешенную позицию и готовность всегда искать компромисс, рассказал министр. Но сегодня, похоже, и для миролюбивых методов этой ассоциации приходит время испытаний. Испытания, они проходят в результате того, что Соединенные Штаты, их союзники, всячески стремятся подменить АСИАНо-центричную архитектуру безопасности здесь, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая складывалась десятилетиями и всех устраивала до недавнего времени, подменить ее своими так называемыми индо-тихоокеанскими стратегиями, внедрением блока НАТО в этот регион. Части военной инфраструктуры НАТО планируется передвигать в этот регион, в том числе в те страны, которые были приглашены на Вильнюсский саммит, имею в виду, и Австралию, Новую Зеландию, Японию, Корею. Это очень серьезные, опасные тенденции. Мы говорили об этом с нашими коллегами по АСИАН, говорили мы и с китайским представителем, господином Ван И. Как выяснилось, не только об этом с китайским коллегой Сергей Лавров обсудил и взгляд НАТО на отношения Москвы и Пекина, который даже не думает скрывать генсек Североатлантического альянса. Насчет Столтенберга, я его давно знаю, характер нордический, говорит прямо, не стихами. И уже не первый раз такие заявления звучат. Во-первых, я уже упомянул чуть раньше сегодня о том, что в доктринальных документах и США, и НАТО записано, что и Россия, и Китай это угрозы, вызовы. А вот сейчас он заявил в Вильнюсе, буквально сегодня утром я читал, что не просто планы России и Китая, а отношения между Россией и Китаем являются угрозой для Североатлантического альянса. После общения с журналистами министр продолжил марафон переговоров с коллегами из Шри-Ланки и Брунея на повестке переход во взаиморасчетах на национальные валюты и поиски новых форм сотрудничества на фоне незаконных антироссийских санкций. Значение, которое Россия придает стратегическому партнерству с АСИАН, подчеркивает отдельное упоминание этой ассоциации в обновленной внешнеполитической концепции нашей страны. Более того, Москва смотрит на АСИАН как на потенциальный столб большого евразийского партнерства. И сегодня переговоры Сергея Лаврова подтвердили, инициатива развивать подлинную многополярность здесь находят понимание. Никита Корзун, Владислав Дубовицкий, НТВ, Джакарта, Республика Индонезия. Субтитры создавал DimaTorzok